Привет, друзья! Эти люди ежедневно делают героические поступки, хотя сами они говорят, что для них это просто работа, но на самом деле они ежедневно спасают жизни. И герои нашей сегодняшней истории – это персонал приюта для животных Douglas Country Animal в небольшом американском городке Грандервилл. А сама история произошла в середине августа. Работники приюта обнаружили возле своих дверей большую коробку с очень странным существом. Данные с камер видеонаблюдения показали пожилого мужчину в красной рубашке и надвинутой на глаза бейсболке с переноской для животных в руках, который нарочно оставил её здесь. Находить брошенных животных у дверей приюта – привычное дело, на то это и приют, но этот случай был особенным. Стоило только сотрудникам центра открыть переноску, как перед их глазами зашевелилось нечто. Большое и лохматое существо, оно было крайне грязным и заросшим, и издавало неприятный запах. Персонал приюта решил не гадать, кто или что перед ними, а начали стричь. Начав распутывать клочья свалявшейся шерсти, ветеринары с удивлением и восторгом увидели кошачью морду. В свою очередь, эта самая морда смотрела на них с таким же удивлением. И сложно сказать, сколько этот бедняга не видел дневного света и людей. Грязная шерсть имела неимоверно большой вес, кот не помещался в переноску и не мог даже двигаться самостоятельно. К слову, тут уже было не до сентиментов, поэтому удивительного хищника остригли наголо, после чего выяснилось, что котяра довольно упитан. Из-за схожести шерсти с дредами, кота единогласно прозвали Бобом Марли, а когда взвесили уже лысого котяру, на весах показало 10 килограмм. Это очень даже немало. Вероятнее всего, Марли жил у кого-то, где его вдоволь кормили и никак не заботились, что типично для уже пожилых людей. Но теперь нужно было что-то делать, одной стрижкой тут не обойтись. После избавления от шерсти, Марли наконец-то стал двигаться. Ему это чертовски нравится, но есть один огромный минус – он вечно просит жрать. Узнав о таком страшном, лохматом и вечно голодном Бобе, сразу подыскалась подходящая кандидатура новой хозяйки. Но остается большой вопрос, поладит ли с ним Марли и сумеет ли та посадить котика на диету, покажет время. Теоретически, полиция должна была найти бывших хозяев и, наверное, что-то предъявить. Ведь неизвестно, возможно, в доме еще проживают животные, которым также необходима помощь. Так что будем надеяться, что история нашего вечно голодного пришельца прояснится в ближайшее время. А сейчас самое главное, что Боб наконец-то смог почувствовать себя свободным от своей шерсти и как ребенок познает мир заново. Ставь лайк, если тебе понравилась история этого пришельца, делись ею со своими друзьями и близкими и не забывай подписываться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok